Так как у нас проект недавно начался, то есть у нас рабочий день начинается, мы всегда ездим в шелтры, то есть в пункты, где находятся наши переселенцы, но мы ездим еще не в определенный шелтры, то есть у нас еще не установленный график, многие центры открываются, то есть мы можем ездить в некоторые пункты несколько раз, некоторые у нас бывают впервые посещены, вот сейчас этот новый центр мы еще ни разу здесь не были, то есть у нас все пациенты новые. Выезжаем утречком, собирается наша команда, едем в центр, к пациентам мы предупреждаем, что наша команда приедет, поэтому если люди нуждаются в проверке сахарокровушки, они не кушают, готовятся к нашему визиту. Приезжаем, работает психолог, работаем мы как медицинская команда, у нас идет обычный консультативный прием, как вот такая мини-поликлиника, как прием семейного врача, пациенты обращаются, конечно, с абсолютно различными проблемами. Это и декомпенсированные хронические заболевания, потому что мы понимаем, что люди находились очень долгое время вообще без медицинской, даже базовой помощи, декомпенсированные течения гипертонической болезни, сахарного диабета. У них не было доступа не то, что на консультацию к обычному терапевту, не было доступа к абсолютно базовым медикаментам, поэтому, конечно, пациенты находятся в разной степени состояния тяжести. Я работала и в городской больнице, работала и в сельской больнице, ну, так получилось, что к нам в сельскую больницу приехала данная организация. Я поняла, что мне очень хочется к ним присоединиться, потому что это совсем вот мое, я понимаю, что я здесь могу быть максимально полезным, то есть не концентрировать свою помощь в каком-то одном месте, а покрыть как можно большее количество людей и показать им свою помощь. То есть мне показалось, что те идеи, те принципы, которые эта гуманитарная организация вообще руководствуется, мне не подходят разного контингента, абсолютно разного. То есть пожилые люди однозначно, да, люди с хроническим заболеванием, люди с группами инвалидности, но также у нас много бывает деток с обычными простудными заболеваниями, с воспалением легких, с бронхитами, с острыми респираторными заболеваниями, различной идеологией. Люди приходят также после травм, то есть люди, мы понимаем, из каких регионов они приехали, получают различные виды ранений, люди выписываются уже из хиологических отделений, из термотологических отделений, но им нужно продолжение лечения уже об амбулаторном виде. Мы с вами приехали из такого же региона, но мы в первую очередь поэтому поднимаем этих пациентов, нам максимально хочется им помочь. Чем помогаем? У нас очень хороший коллектив, мы с этим коллективом уже работаем не первый год, мы стараемся друг друга поддерживать, поэтому в плане поддержки у нас проблем нет, мы друг друга максимально поддерживаем. Я Марпольчанка, я все время жила в Мариуполе, и наш проект, до этого проекта наша организация тоже был в Мариуполе. Мы работали тоже с переселенцами, потом мы поддерживали и помогали врачам первичного меда, у нас была немножечко другая программа. Ну так вот получилось, что в наши планы вмешался этот конфликт, и нам пришлось уехать. Я уехала в первых числах апреля со своей семьей, ну у нас был частный транспорт, мы уехали частным транспортом. Ну у нас не стало жилья, ну так же как в принципе у основных, ну как у основных Мариупольцев жилья больше не стало, поэтому к сожалению находиться там уже было невозможно, но мы старались до последнего там оставаться, потому что я понимала, что медработники нужны, и даже, хотя я врач не хирургического профиля, не травматолог, мне тоже приходилось останавливать кровотечение, оказывать первую помощь, потому что, ну здесь уже не важно какой вид врач, ты какой специальности, максимально насколько это возможно быть полезным как медработник. Там мне, к сожалению, невозможно было уже работать, потому что официальные медицинские учреждения уже не функционировали. Ну тех людей, которые обращались к нам в подвальчик, приходили, где мы сидели, скрывались от, просто принимала там людей. Да, ну мы понимаем, какой сейчас наплыв пациентов, и какая сейчас нагрузка идет на первую часть системы здравоохранения, и не все пациенты дойдут до семейного врача. И, конечно же, когда доктор приезжает и стучится к тебе, значительно легче, чем выставить очередь в поликлинику, и мы приезжаем с медикамента, то есть мы непосредственно можем сразу и выдать кое-какие базовые медикаменты. Наверное, самое сложное успеть принять всех пациентов, всем, которым мы нужны. Просто бывает, что очень-очень много пациентов, многие проблемы, и не хватает иногда времени всех принять. Наверное, для меня это вот морально больше всего сложнее, потому что мы не уверены, что мы этого пациента увидим второй раз. Мы понимаем, что это люди, которые находятся постоянно в движении, он сегодня может находиться в этом шелтере, завтра он может уже уехать совсем в другое место, и, возможно, он больше не увидит врача в ближайшем времени. Я психолог, и меня волнует здоровье наших людей, психическое здоровье людей. Это, наверное, первоочередная проблема, с которой сталкивается человек в таких критических ситуациях. Психическое здоровье. Последние шесть лет я была в Мариуполе. Я выехала 25 февраля оттуда. Мы работаем с перемещенными людьми, но это не обязательно перемещенные. Могут приходить к нам и обычные люди, которые проживают на этой территории. С чем приходит стресс, горе, потеря реальности, скажем так. Когда человек, живя постоянно в какой-то стабильности, вдруг возникают такие вещи, когда приходится выезжать, приходится искать жилье, и человек теряется в реальности. Таким людям нужна какая-то, не знаю, поддержка для того, чтобы понять, чего они хотят, понять, что им делать дальше, куда двигаться и чем заниматься. Люди могут обращаться не единоразово. Поддержка оказывается всем тем, кто обращается. Если необходимо вторичная, третичная, скажем так, встреча, пожалуйста. Я всегда готова поддержать, помочь, может даже, ну, как-то количество сессий до 6-7, сколько необходимо будет человеку. У нас есть психолог, который работает для нас. Ну, знаете, так, когда мне тяжело, я обращаюсь к внешнему психологу. Это не тот психолог, который работает рядом со мной. Второй, третий. Вот, это тот, который внешний, который не касается работы моей, а поддерживает меня, как человека, не как психолога, как человека. Частная практика подразумевает брать деньги финансовые какие-то. Я этого делать не умею. Я прекрасно понимаю, что человек, который в стрессе, в горе, в травме, этот человек нуждается. В помощи. Ну, это, скажем так, негуманно брать с него деньги. Ну, это если касается, то, что касается частной практики. Я немножко работала, практиковала, как частный психолог. Ну, это... Ну, это...